Проблемы дистанционного обучения преследуют школьников в нашей стране не первый месяц. Отсутствие интернета – главная беда. Ученики близок Тубе вообще вынуждены заниматься в степи, в то время, когда на дворе холодная осень. Родители боятся за их здоровье. О трудностях обучения в 21 веке. Эльмира Иржанова. Сегодня Дамиру Димуханову и другим школьникам повезло. На улице теплая погода. Но до этого не раз приходилось делать уроки в холод. Но учиться надо, да и отставать от одногласников по программе не хочется. Руки даже замерзали, перчатки одевали. Я хочу, чтобы поставили туда интернет. Чтобы мы не ходили на горы, чтобы мы не мучились всегда. В селе Белогорский карьер онлайн учатся 30 школьников, 10 студентов. Для них эти холмы вокруг села – возможность связи с внешним миром. На них лучше ловит интернет. Другие дети уходят в степь, где проводят целые дни – с 8 утра до позднего вечера. Чтобы дойти до точки доступа интернета, дети вынуждены проходить около 3 километров пешком. Некоторых приводят родители на машинах. И вот в такую непогоду, ветер и дождь, они вынуждены делать задания. Родители школьников жаловались во все инстанции тщетно. Роутеры, приборы для беспроводной связи, которые им чиновники обещали поставить до 15 сентября, в домах так и не появились. Хотя на эти цели из бюджета уже выделили около 200 миллионов тенге. На дворе 21 век. Наши дети сидят на Касимсотовском баллоне, учат уроки. Не знаю теперь, что будем делать. Будут дети неучими у нас. Район Аким заявил, что даже не слышал о таких проблемах. Дети в школе учатся, потому что их мало. Там нет проблем у школьников. За онлайн-обучение отвечает отдел образования. В отделе образования обещают, что на следующей неделе в село доставят оборудование. Мол, заказывали его в России, ждать пришлось дольше. Так что пока интернет в домах появится, школьникам из Белогорского карьера придется еще три недели учиться в степи, лишь бы погода не подвела. Эльмира Ершанова, Шумар Тхтейбергенов, Информбюро, Активинская область. Смотрите Информбюро на YouTube. Прямые эфиры, репортажи с места событий, аналитика, журналистские расследования. Все то, что важно и нужно знать. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и непременно жмите на колокольчик. Информбюро, когда нужна честная информация.